Учение проходит в несколько этапов. Сначала инструктаж для сотрудников интерната. Его проводят инспекторы и представители МЧС. Сразу после теории практическое задание. Во дворе зажигают учебный костер. Задача сотрудников сбить огонь стандартным огнетушителем. Тушить огонь помогает погода. Начинается дождик. Следующий этап тренировки – учебная тревога. Сейчас в интернате на постоянной основе проживают 102 человека. Это женское учреждение, поэтому пациентов-мужчин нет. Персонал эвакуирует всех, кто находится в главном здании. Под дождем люди переходят в административный корпус. Некоторых несут на носилках. Это также входит в план учений. Имитация получения травмы. Для того, чтобы дежурный медицинский персонал отработал эту водную. Водная была такая, что сломана нога. Дежурная медицинская сестра наложила шину. Сделала все необходимое в этом мероприятии. Эвакуация занимает около шести минут. В это время на территорию интерната заезжает пожарная машина. Спасатели, надев кислородные баллоны и маски, они защищают от дыма, пробираются к очагу возгорания внутрь здания. Тушение проходит успешно. Завершает тренировку проверка пожарного гидранта на территории социального учреждения. За ходом учений следили представители власти. По их мнению, сотрудники интерната могли действовать более эффективно. Несвоевременно встретили пожарные подразделения. И несвоевременно, не в полной мере сообщили о возможном месте возгорания. О замечаниях сообщили руководителю интерната. По его мнению, все дело в недостатке опыта у некоторых сотрудников. Сумеют ли они устранить пробелы, станет ясно уже через три месяца. Пожарные учения в интернате проводят раз в квартал.